Проезд оплачиваете в течение одной остановки. Стоимость проезда 22 рубля. Анастасия Софиханова сдает своего рода экзамен по знанию культуры обслуживания. Объявляя остановки, она в то же время рассказывает о челнинских достопримечательностях. По ее словам, такая информация не только полезна, но и интересна. Правда, к концу рабочего дня сил разговаривать уже не остается, признается Анастасия. В течение рабочего дня мы в любом случае повторяем, что маршрут следует по такому-то проспекту, через такие-то остановки. Потому что многие люди путаются в проспектах. Если даже назовешь некоторые через одну остановку, они спрашивают, а до этого доеду. Каждое утро водители принимают вагоны. Все должно быть в исправности. И тормозная система, и колеса, и вагон. Это обеспечивает безопасность пассажиров. Если вагон неисправен, представьте, мы же не автобус, объехать не может. Сзади встает. Сколько людей утром или вечером на работу опоздают, с работы опоздают. Задержка встает. Водители также проверили на знание правил дорожного движения. За каждый неправильный ответ начисляются штрафы. А это сокращает путь к победе. Конкурс профессионального мастерства водителей трамвая проводится 44 года подряд. Именно столько лет прошло с появления трамвайной ветки в нашем городе. Конкурс подстегивает водителей. Они каждый год обновляют свои знания, говорит одна из родоначальников конкурса. Мастерство водителей с каждым годом совершенствуется. Столько аварий было, много. Потому что ни водители, ни пассажиры, они не привыкли к трамваю. Вот первые годы мы выезжали на аварии. То, значит, провода порвут контактные. Забудут кузов опустить эти водители. Все же ездили на стройку, строили КАМАЗ. То щепень навалят, это сход вагона. То, значит, строители не так проложили трамвайные пути. В первые годы было тяжело и с обучением персонала. Сегодня же проблема решена. На водителя электротранспорта обучают в автомеханическом техникуме. Срок обучения три месяца. Кстати, на предприятии периодически идет набор водителей. Гузель Шигапова, Ленар Султанов, Новости Татарстана.